КТЦ «Хаммер» – машина, которая не боится нагрузки и холода. Ей под силу даже в 30-ти градусный мороз выполнять операции по установке дорожных барьеров, магистральных ограждений и опор дорожных знаков. Чудо техники спроектировано и собрано на Ульяновском заводе металлоконструкция. Первые испытания начались в 2019-м, а сегодня на счету машины – километры проделанной работы. Она чем отличается? Во-первых, простота изготовления в обслуживании так же просто. И может работать в условиях храни севера до минус 30 градусов. Итальянские и германские установки, они 15 градусов, и уже электроника в них отказывает. Развивать потенциал завода поможет федеральная программа. Во время визита в регион глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о поддержке ульяновских предприятий. Это позволит выйти на мировой рынок и экспортировать продукцию за границу. На текущий момент у нас самый глобальный проект – это войти в Минпромторг по системе поддержки экспорта. Так как у нас появилась новая продукция, это свои бойные машины, сейчас мы ее очень активно развиваем. В 2021 году Ульяновская область вновь вошла в число лучших регионов России по развитию индустриальных парков и особых экономических зон. Помимо обрабатывающей промышленности, высокие показатели обеспечивают ульяновские автопромы и предприятия по производству компьютеров. Алексей Русских подчеркнул, необходимо, чтобы все областные предприятия стремились к уровню, который демонстрируют промышленные флагманы. Ульяновская область, безусловно, регион с огромным промышленным потенциалом. У нас множество крупных предприятий, ряд серьезных инвесторов, целые кластеры по специализациям станка и машиностроения. Долгий период пандемии в буквальном смысле проверил ульяновские производства на прочность. Сегодня можно с уверенностью сказать – кризис не проблема, а толчок к развитию. Достигать высот позволяет ряд мер поддержки предприятий, среди которых региональные инвестиционные проекты, промышленные технопарки, нацпроект, производительность труда. В 2020-2021 году предприятия нашего региона не просто выжили и не остановили свои производства, но и показывают достойные результаты. Это говорит о том, что большинство из них сумели приспособиться к новым рыночным реалиям, преодолеть трудности, связанные с множественными ковидными ограничениями, переориентировать свои производства. На перспективу промышленным предприятиям поставлена цель стабильно повышать заработную плату сотрудникам, обеспечивать непрерывный рост производительности труда. Показатель последнего к 2024 году должен быть не ниже 5% в год.